Всех приветствую! Сегодня у меня такая околоигровая тематика. Здесь у меня две такие вот достаточно большие посылки из магазина алиэкспресс и в них должно находиться студийный микрофон Fifine i8 и кронштейн для крепления его на стол. Вот здесь должен быть. Вот для чего заказывал, заказывал для того чтобы проводить игровые стримы на втором канале. Более качественный звук и также создавать видео также с хорошим звуком. Когда искал, смотрел, какие варианты можно купить. Вариантов достаточно много, но вот по окнам люди отзываются хорошо именно вот в данном микрофоне. Поэтому как бы решил его заказать. Заказывал у производителя. Ссылка на этот микрофон будет как обычно в описании к ролику. Там посмотрите в целом характеристики и уже сами определитесь, что там, что нужно, что не нужно. Итак, ладно. Давайте перейдем к осмотру коробки. Что здесь написано? Ampligame A8. Так, конденсаторный. Так, output, выход USB. Так, RGB подсветка. Так, чистый звук написано. Есть полфильтр. шок-монт, чтобы не было дребезжения. Мини джек для наушников. USB Type-C порт. Это для подключения к компьютеру. RGB button. Это кнопка RGB. Есть, короче, по нажатию выключения микрофона. То есть сенсорное выключение микрофона. RGB подсветка. Volume control. Это контроль звука. То есть увеличение и уменьшение звука. Мульти-калорный RGB. То есть разные цвета RGB. Быстрая установка через USB. Ну, в принципе, эти все характеристики я уже посмотрел в этом. когда выбирал. Итак, давайте откроем. Здесь нас ждет вот такая инструкция. На английском языке. Так, так, так. Что-то здесь. Здесь указано, как все это дело подключается. Как все регулируется. Все здесь описано. Так, мы в этом видео только производим такой осмотр, только внешний, визуальный. А потом уже, после использования, я вам расскажу свои выводы. Так. И вот он сам микрофон. Ничего себе, такой огромный. Вот это, да, такой достаточно тяжелый. Видно, да, что такие эти есть. Для сглаживания вибрации. Такие резиновые штуки. Так, это крепление для кронштейна. Такой достаточно толстый кабель USB на USB Type-C. Все, больше в коробке ничего нет. Так, ну что есть у нас? По внешнему виду у нас, да? По внешнему виду. Так, еще секунду. Так, это место крепления для полфильтра. Вот таким образом можно его закрепить. Для того, чтобы отсекать звук дыхания, да? Здесь у нас регулировка по наклону. Можно так, так. Ну и подставка достаточно тяжелая. То есть, если он не опрокинет, он нормально будет держаться при любом наклоне. Да, хоть так вот, допустим, вы делаете. Он его держит. Ну, немножко перевешивает. Таким образом. Но, в любом случае, никто не будет разговаривать, да? С нижней части у нас видно, что есть разъем для наушников и здесь USB Type-C разъем для подключения к компьютеру. И здесь вот должна быть сенсорная кнопка для включения и выключения микрофона. Так, ну давайте теперь перейдем к вскрытию второй коробки. Здесь должен быть кронштейн для данного микрофона. Заказываю все у одного производителя, вот у этого FIFA, чтобы не было, знаете, там геморроек с подключением, чтобы все подходило. Смотрите, коробки, кстати, пришли. Ну, тут небольшая вмятина есть. Вот так пришли, в принципе, в хорошем, в таком достойном состоянии. И, в принципе, если у вас есть хороший знакомый, который, друг, да, который занимается, допустим, звукозаписью или видео занимается, то я думаю, это будет очень даже хорошим подарком. Потому что цена этого микрофона и кронштейна, в принципе, ну, не такая уж и большая по сравнению с теми ценами, которые есть у нас, допустим, в магазинах. ДНС, МВидео. В этом видео, вот подобный схожий микрофон со схожими характеристиками будет стоить, ну, где-то раза в три, наверное, дороже. Вот, поэтому можно даже это все дело использовать в качестве подарка. Ну, здесь указано, что профессиональный микрофон Arm, то есть крепление, да, такая, кронштейн. Есть адаптер, сам кронштейн, это и крепление к столу. И вот показано, каким образом все это можно крепить. Ну, давайте откроем. Посмотрим, что там есть. Так, это у нас скольный крепень у нас вышло. Также флажки и инструкция от Fifine. Чувствуется, конечно, в аппаратуре, в их изделиях, чувствуется качество. Вот, видно, что хорошая фирма, которая занимается вот именно конкретно выпуском своих девайсов, таких узконаправленных, да, или микрофонных изделий, крепень. Так, это выполнено из металла, вот даже видно, да, он. Это металлическое, это хорошо, что не пластиковое. Так, ну и давайте попробуем подключить наш микрофон сюда. Сейчас это дело отсоединим. Так, что-то отвалилось. Так, теперь мы вот это вот сюда ставим. Все, уваливается, отваливается у меня. И смотрите, здесь такие зубчики и вот с этой стороны получаются зубчики. И вот так вот ставим. Все, поставили. Ну все вот таким вот образом выглядит, ребята. Вот таким образом она монтируется. Ну, в первых впечатлениях, кстати, очень положительные. Все выполнено очень качественно. Так, а вот здесь, кстати, эта кнопка, скорее всего, RGB, да? Сенсор кнопка. А вот здесь, кстати, да, я вот не обратил внимания. Здесь регулировка звука микрофона. Так, давайте вам покажу. Вот он. Уровень громкости микрофона. Вот здесь. Можно увеличить, уменьшать. Ну вот, в принципе, и все. Ссылки на микрофон, на крепление, все будет в описании к ролику. Если будут какие-то вопросы. Вот так вот выглядит микрофон уже в включенном состоянии. RGB подсветка вот таким плавным образом переключается. И вот видите, да, VBS Studio, как он отлично все это четко срабатывает. Видите, да, шкала звука VBS. Вот такой вот отличный студийный микрофон. Вот, ну а в действии уже услышите, проверите уже на стримах. Так что, вполне могу рекомендовать данный микрофон. И тем более, как бы, стоимость всего достаточно такая небольшая. Все. Всем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok